Круизные лайнеры Больше у вас опыта, тем лучше вы понимаете, что есть вещи, о которых команда вам не рассказывает. И вы узнаете о вкусных блюдах не из меню или скидках на покупки на борту, только если вам очень повезет. Что ж, теперь не нужно узнавать об этих вещах на личном опыте. В этом видео мы откроем вам 13 секретов, о которых не рассказывают на круизных лайнерах. Но прежде чем начать впитывать новые знания, не забудьте нажать на эту соблазнительную красную кнопку подписки. Да, вот на эту. Она откроет вам дверь на яркую сторону жизни, к отличным видео и полезной информации. А чтобы не упускать наши новости, включите также и оповещение. Ну что ж, хватайте спасательные жилеты, мы отплываем. И начнем с номера 13. Знайте, что круизов по системе «все включено» не существует. Те, кто отправляется в круиз впервые, часто думают, что заплатив за путешествие, будут наслаждаться всеми удобствами без доплат. Это не совсем так. Запишите себе услуги, которые не включаются в стоимость круиза, чтобы не испытывать ужас при виде чека по окончанию путешествия. Большинство специализированных ресторанов бесплатные, так же, как и буфеты и основные столовые. Однако, в то же время, некоторые из них могут запросить от 10 до 30 долларов за человека. Если не хотите платить лишнего, не ходите в спа и салоны, если только у вас не люкс-круиз. Эти услуги недешевы. Будьте внимательны. Предлагаемые на борту экскурсии чаще всего платные. Вы можете свободно использовать любое фитнес-оборудование, гантели, велосипеды, стены для скалолазания, теннисные корты. Однако, занятия йогой, танцами, пилатесом и другие будут стоить вам около 10 долларов. Кроме того, вам придется оставлять чаевые персоналу, а это примерно по 10 долларов с человека в день. Алкогольные коктейли, лимонады и некоторые другие напитки, например, кофе в кофейнях, могут также быть небесплатными. Прежде чем что-то заказывать, узнайте стоимость. В целом, более дорогие круизы включают в себя больше опций. Поэтому зачастую получается так, что заплатив больше за само путешествие, вы еще и экономите. Номер 12. На каждом круизном лайнере есть тюрьма. Да. Кстати, это случается гораздо чаще, чем можно подумать. Все эти экзотические алкогольные коктейли в баре. Именно по этой причине на борту каждого круизного лайнера есть самая настоящая тюрьма или корабельный карцер. Обычно она состоит из нескольких маленьких помещений, где из мебели только койки. Как правило, тюрьма находится в носу корабля. Нарушители порядка остаются под замком, пока их не передадут властям в порту при бытии или на ближайшей остановке. Так что ведите себя хорошо. Номер 11. На борту каждого лайнера есть морг. В тур он не включен. Каждый год в круизы отправляются более 22 миллионов человек. Многие из них – пожилые люди, наслаждающиеся заслуженным отдыхом. К сожалению, случаи смерти пассажиров на борту не так уж и редкие. Каждый год во время круизов умирает около 200 человек. Поэтому не стоит хвастаться перед друзьями, что вы умираете от нетерпения перед круизом. Не испытываете судьбу. Поэтому вполне логично, что на каждом судне есть собственный морг. Когда кто-то умирает, команда не оповещает остальных пассажиров о трагедии, чтобы не испортить им отдых. Весь остаток путешествия тела остается в морге, который расположен в зоне для персонала. Пассажирам туда проход запрещен. Мертвая зона, знаете ли. Ладно, больше не буду. Сложно не согласиться, что команде необходимо избегать массовой паники в экстренной ситуации. И у них есть для этого решение – тайный код. Если вы слышите по громкой связи объявление «Яркая звезда» или «Альфа, альфа, альфа», кому-то нужна медицинская помощь. А восходящая звезда означает, что умер кто-то из пассажиров. Райское путешествие ничего не скажешь. Код PVI не имеет такого трагического значения. Это простое сокращение, означающее, что кого-то вырвало. Мистер Моб и Оскар, Оскар, Оскар означают, что за бортом оказался человек. Красный код – значит вспышку заболевания. Но чего лучше никогда не слышать, так это Чарли, 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 то есть угроза безопасности. И браво, браво, браво – это значит пожар. Ну, а еще есть наггетс, наггетс, наггетс. Это полковник Сандерс упал за борт. Ладно, шутка. Номер 9. Подружитесь с командой, это может дать вам много интересного. Помимо нехватки сна и горы работы, члены команды также пользуются некоторыми преимуществами своей профессии. Например, ходят на вечеринки и покупают себе дешевый алкоголь по доллару за коктейль. В баре только для персонала. Если у вас получится подружиться с кем-то из команды, то путешествие может выйти куда интереснее. Однако задача это не из легких. Членов экипажа чаще всего увольняют и оставляют в ближайшем порту забратание с пассажирами. Номер 8. На борту есть потайной бассейн для избранных. Шансы на то, чтобы попасть на закрытую вечеринку для команды, у вас мизерные. Но есть еще одна привилегия только для персонала судна. А именно, горячая ванна, а иногда и бассейн, расположенный в носу лайнера в зоне только для сотрудников. Пока вы часами бродите по палубам в поисках свободного шезлонга, члены команды могут расслабиться в собственной горячей ванне. Чем не награда за тяжелый труд? Номер 7. Узнайте про зоны только для взрослых. Есть еще один секрет, который поможет вам, если вам не нравятся толпы людей у общего бассейна. Если вы старше 18 лет, поищите бассейны и зоны только для взрослых. Большинство пассажиров даже не знают о такой опции, а если знают, то с детьми пойти туда не могут. Поэтому зоны для взрослых куда тише и спокойнее, чем остальное судно. Если не можете их найти, спросите у команды. Иногда такие бассейны располагаются в уединенных зонах или под крышей. Номер 6. Команда обучена борьбе с пиратами. Пираты до сих пор существуют и иногда пытаются нападать на круизные лайнеры. Известно о шести подобных случаях, но только один закончился для пиратов успешно. К счастью, на борту судна в тот момент не было пассажиров. В конце концов, команда вернулась домой, а лайнер удалось возвратить после уплаты выкупа. Область, в которой риск нападения пиратов наиболее высок, это Оманский залив, объединяющий Кению, Сомали, Йемен и Оман. Наверное, в Карибском море будет спокойнее. Там ведь нет пиратов, правда? Номер 5. Чем больше ваше судно, тем выше риск пожара. В период с 2999 по 2011 год на круизных лайнерах произошло 79 пожаров. Более того, с 2006 года количество пожаров в год удвоилось, и в этом нет ничего удивительного. Азис Морей, один из крупнейших круизных лайнеров в мире, оборудован таким количеством электроники, что его проводку можно протянуть через весь североамериканский континент. А учитывая, как близко все это добро к воде, разглядеть потенциальную опасность не составит труда. Номер 4. Во время круизов люди набирают вес. Серьезно? Несколько круизных обозревателей провели целый ряд онлайн-опросов. Согласно их результатам, за недельный круиз люди в среднем набирают по 3-5 килограммов. Конечно, все зависит от выполняемых на борту физических упражнений и количества выпиваемых ежедневно алкогольных коктейлей. Не говоря уже о походах в буфеты. Номер 3. Ваш лайнер запросто уйдет без вас. Если вы вернулись в сухопутные экскурсии с опозданием, вы рискуете не найти свой лайнер в порту. Пока-пока! Особенно это актуально, если вы решили сэкономить и купить тур на берегу. На судне никто не обязан вас ждать, поскольку у круизных лайнеров очень строгий график. Чтобы не попасть в просаг, всегда носите с собой копию паспорта и другие документы, немного наличных и кредитки, а еще часы. Номер 2. Вспышки заболеваний не редкость на круизных лайнерах. То, чего команда любого лайнера боится больше всего – это норовирус. Дело в том, что все на судне живут в замкнутом пространстве и делят обеденные помещения. Пассажирская проходимость высокая, что тоже вносит свой вклад в проблему. Всего одному человеку достаточно заболеть, чтобы началось массовое заражение желудочно-кишечной инфекцией. Диарея, рвота, кишечный спазм – ну, вы понимаете. Опытные члены экипажа утверждают, что это не лучший способ проводить время в круизе. Номер 1. Люди пропадают с круизных лайнеров. Мало кто знает, что круизные лайнеры имеют дурную славу за то, сколько людей пропадает с них без вести каждый год. Согласно информации Ассоциации жертв круизов, есть и такая организация. В период с 1995 по 2011 год пропало 165 человек, а некоторые источники утверждают, что число пропавших может достигать 200. Никто не знает, упали эти люди за борт, совершили сумму убийства или были похищены. Оскар, Оскар, Оскар. Поставьте лайк, если хотя бы один из этих секретов вас удивил. Поделитесь в комментариях, хотели бы вы отправиться в круиз? Если да, то в какое место вы бы хотели отправиться? Что-то мне подсказывает, что не карцер и не морг. Увидимся с вами на яркой стороне!